Культ, 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 культоход. В Кирове 12 часов и 5 минут. Добрый день. Традиционная программа «Культпоход» на 101.0. Здравствуйте. Вас приветствуют ведущие передачи Светлана Дождевых и Владимир Сметанин. Очередной «Культпоход» с очередной интересной темой, с гостями прекрасными. Мы сейчас обо всем будем рассказывать, но для начала традиционно напоминаю о том, что во второй части передачи мы традиционно будем задавать вам вопросы, слушатели, за ответы на которые вы можете получить замечательные призы, билеты в кино, книги и так далее. Но это все будет после 12.30, и номер нашего прямого эфира 211-101. Будьте начеком. Ну и представляем наших гостей. Сегодня к нам в студию пришла Екатерина Бролякова, заместитель директора по воспитательной работе Дома детского творчества «Вдохновение» города Кирово и Наталья Тигина, методист Дома детского творчества «Вдохновение». И являются они авторами проекта «Овятском крае с вдохновением», о котором мы сегодня будем говорить. Здравствуйте, уважаемые гости. В общем, если говорить коротко, к нам пришло вдохновение. Замечательно же, да? Замечательный нейм для детского творчества, для дома. Ко всем нам сегодня пусть придет, это вдохновение, и будет с нами всегда. Да. Будем говорить о проекте «Авиатском крае за вдохновением». Ну, уже понятно, что он говорит само за себя, да, название «Вдохновение» включено. Пожалуйста, кто начнет с Азов, Соснов, что за проект, как он создавался, на кого он направлен, в общем, все такие организационные моменты. Здравствуйте, очень приятно оказаться... Это Екатерина Проликова. Да, это я. Очень приятно оказаться в вашей гостеприимной студии. Ну, наверное, я, во-первых, расскажу о Доме творчества немножко. У нас существует в городе Кирове учреждение дополнительного образования детей. К нам ходит заниматься порядка 1700 детей. Они танцуют, поют, рисуют, создают какие-то интересные творческие проекты. У нас существует детская общественная организация. И все эти ребята включаются и помогают нам реализовывать наши интересные задумки, наши интересные проекты. И вот один из таких проектов – это о Вятском крае с вдохновением. Культурно-просветительский проект. Наверное, Наталья Ферзантовна дополнит, меня немножко расскажет о нем. То есть правильно я понимаю, что это какая-то инновационная форма работы, это ваши необязательные... Ну, то есть вы же ведете образовательную деятельность, описать гранты, выигрывать какие-то проекты. Это уже ваше вдохновение, ваша личная позиция, чтобы сделать что-то для города еще очень полезное. Правильно я понимаю? Да. Задумка пришла нам где-то года 3-4 назад, когда мы поняли, что детей необходимо приобщать к вопросам истории, культуры Вятского края. Но как это сделать, чтобы для них это не стало скучным походом на экскурсию, где за унывным, нудным голосом экскурсоводы вещают давно известные факты? И мы решили сделать проект, который покажет детям, как богата наша Вятская земля, но еще и заставит их удивиться тем фактам, которые мы показывали в своем сценическом представлении самыми разнообразными способами, формами. Они узнавали об истории улиц, они узнавали, какие здания раньше стояли на этих улицах, они сопереживали с нами истории храмов, которые были уничтожены. И вот это вот то, что они пропускали через свои эмоции, через какое-то удивление, рождало в них гордость за историю нашей Вятской земли. И поэтому мы захотели продолжить эту работу. И в этом году, в прошлом году, мы подали заявку на грант президента Российской Федерации, нас поддержал Фонд культурных инициатив, и в результате мы выиграли этот грант, после чего началась работа по реализации проекта. Что входит в этот грант? Я думаю, что самое главное, какие-то ключевые действия, какие-то события назвать, которые будут в рамках этого проекта. Потому что, ну, конечно, подготовительная работа вся ложится на вас, а что вот город получит в результате самые такие интересные события? Начало проекта – это погружение со сценического представления в родине. Начнется мы приглашаем. Дворце культуры Родины – это будет мероприятие. Да, вот давайте мы четко, да, проговорим, назовем, потому что, оказывается, это мероприятие может посетить каждый, это абсолютно свободный вход, да, благодаря поддержке гранта. Поэтому, да, еще раз давайте проговорим четко, когда, как, и главное, как можно попасть на это событие. 22 ноября в Дворце культуры Родины состоится первое событие нашего проекта – это сценическое представление, в котором примут участие не только коллективы Дома детского творчества, но и представители Хлоновской заставы, которые расскажут в очень интересной и увлекательной форме об истории и культуре Вятского края. После этого представления приглашенные ребята, а будут приглашены не просто зрители, а участники проекта, это ребята из школ города и области, в количестве 160 человек, это будет 20 команд, по 8 человек в каждой. Они после сценического представления смогут сделать свой выбор. Какое же направление из пяти они выберут? Это история и культура Вятского края, это памятники природы, это известные творческие личности, это художественные промыслы Вятского края и малые народности. Темы не так хорошо, может быть, изучены, как может показаться ребятам, и поэтому мы им предложим более полное погружение вот в какое-то из направлений. После того, как пройдет сценическое представление, ребята начнут работать над созданием книги-квеста. Книга-квест — это увлекательное путешествие, где ребенок сам может спланировать свой маршрут, то есть погрузившись в какую-то из тем, он узнает факты и в любой момент может или вернуться на какую-то страницу этой книги-квеста, или уточнить для себя какие-то интересные моменты. То есть сам практически планирует свой образовательный маршрут. Это, простите, все в один день, что ли, до 22-го числа? Нет, это следующий этап. Мы как-то так быстро очень побежали, ребята будут делать то-то, то-то. То есть 22-го числа — это вот главное событие. Не торопитесь, да. Концерт, да, я понимаю, что в форме концерта, да, сценическая. Кто может посетить этот концерт? Это только вот для тех ребят, которых вы выбрали, да, 160 человек. Или все-таки какие-то классы из нашего города могут сейчас, вот услышав вас, записаться, да, куда-то прийти и вот увидеть ваш перформанс. Есть такая возможность? Да, такая возможность есть, так как зал Дворца культуры Родины большой, гостеприимный. У нас есть возможность пригласить школьников города Кирова, стать зрителями этого спектакля, этого сценического представления. Команда участников, они будут выполнять свои задачи по проекту. А вот школьники, желающие, могут прийти в сопровождении своих родителей или педагогов и просто посмотреть, удивиться, восхититься и порадоваться вот такому красивому мероприятию. Если нас слушают учителя, заинтересованные представители родительских комитетов, можно позвонить мне по номеру телефона 8-912-828-1742 и оставить групповую заявку на посещение этого чудесного проекта. Ноль плюс, ноль плюс, но перед началом передачи. Да, мероприятие у нас ноль плюс, поэтому мы будем рады видеть всех желающих. Если вдруг сейчас кто-то не запомнил номер телефона, можно вас найти как-то в социальных сетях? Есть ли у вас группа у этого проекта, чтобы можно было узнать подробности, следить за реализацией его? Да, у нас есть группа в группе ВКонтакте о Вятском крае с вдохновением, так она и называется. Там есть ссылки на организаторов. Единственное, что я еще раз уточню, что предварительная групповая заявка, чтобы всем желающим у нас схватило место в зрительном сале. 22 ноября, вторник, начало в 2 часа дня. Ну и у нас время сейчас такое принято интересоваться финансовой стороной. Безвозмездное ведь посещение всего? Безвозмездное, да. Главное договориться на определенное время и определенной группой. Вот поподробнее, что будет на сцене происходить? Я вижу как раз сейчас в группе ВКонтакте эти фотографии, но они, видимо, с какого-то другого проекта? Или это с репетицией, или что это такое? У нас был уже реализован сценический, да. Тут и вятские богатыри, и барышни в дымковских нарядах. В общем, все очень красиво, нарядно сказано, связано так сценической, вот как полноценная постановка, да, это будет? То есть есть режиссура, есть сценография, да, то есть человек есть ответственный за это все, то есть единая какая-то мысль это все. Расскажите, пожалуйста. С помощью специально созданных мультимедиаматериалов доносим до наших зрителей вот как раз содержание нашего проекта. У нас есть главный герой, девочка, которой дано домашнее задание по краеведению выполнить и рассказать, написать реферат об истории и культуре Вятского края. И ребенок искренне удивляется, что мы живем в достаточно провинциальном городе, в котором вроде бы даже и совершенно не о чем рассказать. О чем тут вот она не понимает. Можно сказать, через два года 650 лет исполняется. Это первая мысль ребенка, но тут же включается в разговор ее папа, который говорит, милая, дорогая моя дочь, ты знаешь, насколько богата наша история. Вот посмотри сюда, посмотри, пройдись, прогуляйся по городу. И вот как раз начинается действие, в котором рассказывается история. Прекрасные наши коллеги. Это клуб исторической реконструкции «Холновская застава». Мы давно дружим с ребятами, они откликаются на наши просьбы вот на таких совместных проектах. Они показывают целый такой интересный момент. Боя на мечах, фланкировка, по-моему, это правильно называется. То есть всех всегда поражает, когда такие наши красивые дружинники выходят на сцену. Поэтому я думаю, что проект у нас получился зрелищный, содержательный, и на него интересно сходить и посмотреть. А петь и танцевать будут ребята-коллективы, которые занимаются непосредственно в Доме творчества. Да, это ребята в возрасте от 7 до 18 лет, которые занимаются в наших детских образцовых коллективах. Все ребята являются победителями, многократными лауреатами всероссийских и международных конкурсов. Поэтому и номера, представленные в проекте, достаточно высокого сценического уровня. Сценарий-то кто писал? Сценарий писал наш режиссер Дома творчества. Мы все делаем своими силами. Мы собираем оргкомитет, творческую группу. Мы очень много общаемся, набираем материал. У нас есть люди, отвечающие за различные направления в подготовке. Вот как раз Наталья Ферзантовна у нас. Почему она так много и уверенно говорит? Потому что она погружена в этот проект с головой. И, между прочим, Светлана Дождевых, наша идущая сегодня. Скромничать, давайте откроем этот секрет. Она является научным консультантом нашего проекта. То есть, чтобы все соответствовало исторической действительности. Правдоподобно. Да, мы не придумываем что-то новое. Мы, как наш научный консультант нам советуют, мы все идем согласно истории. Ну и наверняка этот проект, он не разовый, он тиражируемый, да? Нам бы хотелось, чтобы он был тиражируемый. Мы начинали просто со сценического представления. Сейчас в нашем гранте мы расширили рамки. Теперь уже у нас и создаются книги-квесты. Мы сотрудничаем со студентами университета. Они являются кураторами нашего проекта. То есть, граница и география проекта, она расширяется. И если у нас будет возможность его транслировать дальше, если мы найдем такую поддержку, если мы увидим интерес, если школы города пойдут на такое сотрудничество, нам бы, конечно, хотелось, чтобы как можно больше школьников, да и вообще детей и взрослых нашего города увидели наш проект. Ну, я думаю, что тут просто невозможно не откликнуться на такое начинание, потому что все же мы прекрасно знаем, и у меня тоже педагогическое образование. И у меня педагогическое образование. И я прекрасно понимаю, что с изучением истории родного края у нас дела, мягко говоря, обстоят не очень хорошо. Все понимают важность, особенно в современной ситуации, как важно знакомиться и любить, и начинать с любви к родному городу. Я в курсе, что перформанс является только началом. То есть, вот это праздничное событие, это концерт, это начало. И дальше идет работа по созданию квест-книг, да, вот куда потом эти квест-книги пойдут, как они будут доступны, может быть, для широкого читателя. Ну, то есть, какие планы вот на эту работу? Мы планировали, что, во-первых, после того, как ребята создадут под руководством своих студентов, кураторов эти книги, они будут их презентовать. То есть, у нас специально одним из этапов нашего проекта придуман еще этап презентации вот этих вот книг. Он называется квест-фест, где ребята покажут свои созданные книги. И после этого у нас планируется масштабирование, скажем, нашего проекта, когда мы будем уже на другие организации, образовательные организации эти книги презентовать. Ну, и в конце проекта планируется издание сборника материалов по итогам работы вот этих вот участников команд. И этот сборник тоже так же мы будем, надеемся, растиражировать среди образовательных организаций не только Кирова, но и области. И таким образом распространить, наверное, вот эти вот интересные, увлекательные знания об истории культуры Ревянского края. Так это, опять же, педагогическим языком выражаясь, это в большей степени некое методическое пособие, да, это получается? Ну, надеемся, что у нас такое появится по итогам работы команд. Поскольку материал будет собран самый глубокий, интересный. В идеальном варианте любой педагог, любой учитель сможет взять сборник, открыть на любой странице и провести интересный, увлекательный квест со своим классом, школой. Ну, я же говорю, да, прямо руководство к действию, да, вот, прочитать, посмотреть, и можно будет у себя реализовать, да. А по срокам, когда должны быть эти готовые материалы? В марте у нас заканчивается проект, да. И вот тогда мы планируем уже, что сборник будет готов. Это какой-то новый формат, квест-книга, или это ваше открытие? Есть ли у нас книги, квест-книги по Вятскому краю? Или это вот впервые вами будет создано такое методическое пособие? Нет, такая форма существует. Мы взяли опыт других организаций. У нас работают очень ищущие творческие люди, которые замечают вот такие вот какие-то интересные моменты в опыте других людей и стараются переложить на наши необходимые запросы. В результате появляется новая форма, которая ребятам очень нравится и увлекательна для них. Уже есть какие-то наработки, вы видели, какие темы уже выбраны или какие-то сюжеты? В связи с тем, что, ну, раз уж вы раскрыли секрет, что я тоже как-то связана с этим проектом, я частично знаю студенческие работы, которые мы проговаривали. Вот, от детей, что... Ну, поскольку у нас еще не было сценического представления, пока что я смотрела те работы, которые сделали кураторы. Их наметки, их наброски, материалы очень глубокие. Кураторами выступают студенты? Студенты 2-4 курса факультетов культурологии, социологии, философии. И они работают очень глубоко. И вот те наметки, наброски, которые я смотрела, очень интересные. То есть я еще раз повторю, что книга-квест — это возможность у ребенка не просто читать скучный какой-то материал, а возможность путешествовать. Он смотрит слайд, где ему предлагают. Если ты хочешь глубже узнать, допустим, о марийских обрядах свадебных, можешь перейти вот на такую-то страницу, он переходит. А если тебе интересна марийская кухня, то ты можешь вернуться вот на такой-то слайд. И он еще раз смотрит материал для себя, откладывает интересные какие-то моменты. И все это в увлекательной какой-то манере подано. Или разблокируй телефон. Для того, чтобы это сделать, тебе нужно узнать вот этот, вот этот, вот этот, допустим, момент. Или постарайся, например, отгадать загадку. А для этого тебе нужно посетить вот такой-то слайд и прочитать там материал, допустим, о кухне малых народностей, которые проживают в Кировской области. Гастрономическое направление, значит, будет затронуто все-таки, да? Не только гастрономическое, там костюмы, там история малых народностей. Ну, это то, что я смотрела. Вот. Народные промыслы очень широко представлены, поскольку, благо, Квятская земля у нас богата именно народными промыслами. И также точно в формате книги Квеста рассказывается об этом. А, кстати, во вдохновении есть ребята прям вот увлеченные историей Кировской области, Вятки? Какую роль они вообще играют? Ну, во-первых, наши ребята вообще увлеченные. Когда мы им что-то предлагаем, они с радостью подключаются к нам. И вот правильный вы вопрос задали, мы же тоже переживаем за своих ребят. Как до них-то донести важность этого проекта? А вот именно участием в проекте, в подготовке номеров. Ну, я могу сказать про коллектив, в котором я работаю. У меня занимаются девочки театра моды, они сами своими руками создают коллекции одежды. И когда мы готовили номер о народных промыслах, а в нем принимают, ну, в качестве реквизита, можно сказать, прямо примеры, предметы народного творчества. Это кружево, это вятская роспись, это дымковская игрушка. Мы уже самим материалом постановки номера создаем у детей интерес. Когда они берут в руки на коклюшках созданное кружево, они спрашивают и задаются вопросом, а что это такое, а как оно выполняется, а мы можем попробовать. Или когда они берут в руки дощечку связкой и росписью, они говорят, интересный орнамент, а давайте попробуем это прорисовать у нас на занятии. То есть самим участием в этом сценическом действии, постановкой номеров, мы вызываем интерес и подключаем детей к поиску информации, к каким-то запросам в интернете. Они включаются, и это становится для них близким, интересным, они присваивают этот материал себе. Я к чему задал этот вопрос в начале передачи, в начале нашего разговора, мы вот проблему эту обозначили, что где знание-то, собственно, черпать о родной земле? Я придерживаюсь поговорки, кто ищет, тут всегда найдет. На самом деле ее информации-то ведь ее достаточно, у нее все больше и больше появляется, да, ведь, Светлана, работают люди, вы в том числе работаете. Если ты хочешь, если ты заинтересован, ты хоть в книжках это увидишь, в электронном виде уже много чего есть. То есть основная эта проблема пробудить интерес, да, современными вот этими средствами, показать, что это клево, здорово, это важно, это нужно. И самое интересное, что мы иногда взрослые в подаче материала, когда нам кажется, что мы создаем что-то интересное, вот это так здорово мы написали, вот если бы мы сами писали эти книги-квесты, вот такое вот прямо содержание. Но когда мы даже начали работать со студентами, на их уровне, на первом знакомстве, они выдали нам такие интересные идеи книг-квестов, которые мне, как взрослому человеку, никогда бы в голову даже не пришли. У нас было сомнение, смогут ли дети сами написать что-то и придумать, но мы даже уже вот, поработав со студентами, четко поняли, они придумают еще интереснее нас. В общем, варит, что называется. Варит, варит однозначно. И это очень востребовано, я хочу сказать, что очень востребовано, ну, в силу своей деятельности, да, я недавно заходила в магазин наш сувениров, вот, и всегда смотрю книги, которые продаются по Вятскому краю, и вижу каждый раз одни и те же книги, то есть у нас есть какой-то выпуск, но и эти книги уже стали заканчиваться, я говорю, что ничего нового не появляется? Мне продавщица говорит, а же эти уже расходятся, напишите что-нибудь, сделайте что-нибудь, нам, да, вот даже гостям нечего предложить. Книжки в том числе советского периода, да? Конечно, вообще сейчас продается в основном, да, написано еще 20-30 лет назад, совершенно верно. Но она говорит, что все, вот этот тираж уже заканчивается, и нас, ну, вот, полки редеют. Поэтому мне бы хотелось, ну, может быть, в качестве пожелания, вот этот квест-книга, которая у вас будет создана, может быть, появится что-то из вот этих работ, что можно будет опубликовать все-таки в бумажном виде. Потому что я поняла, что у вас работа все-таки, как бы, предполагается в электронном виде, да, сохранение в электронном виде, но вот бумажный вариант никто не отменял, очень многие, да, его любят. И, возможно, даже совершать какую-то прогулку. Ну, вот, возможно, это будет следующая грантовая заявка и новая наша победа в грантовых конкурсах. Ну, еще, конечно, большая просьба такая, заниматься активнее продвижением этого проекта. То, что мы сейчас разговариваем в прямом эфире, это уже часть, собственно, да, продвижения. Вот хотелось бы увидеть потом красочные видеоматериалы, да, в частности, вот с этого выступления, которое будет во Дворце культуры Родины во вторник. Полноценный фильм. Планируется вообще съемка, чтобы это потом попало, разошлось по сети? У нас есть съемка, на самом деле у нас видео нашего проекта уже есть, но мы пока держим это все в секрете, чтобы возможность была у зрителей увидеть своими глазами, потому что, конечно, эмоциональные впечатления от просмотра живого выступления и видеозаписи, они значительно отличаются. Есть идея создать видеоверсию. Я думаю, что у нас все получится, и мы сделаем такой красивый видеоформат нашего перформанса тоже. Проблемы были какие-то во время подготовки? Ложечку соли добавить. Конечно, проблемы всегда. С чем они связаны? Самая главная проблема, это, наверное, наша занятость, занятость наших детей, потому что все-таки, ну вот, создание таких проектов, это правильно Светлана вначале сказала, основная наша задача, это занятия, образовательные программы, работа учреждений ежедневная, огромная. А вот, по сути... Многозадачность такая ежедневная. Да, да. И вот на то, чтобы создать интересный, уникальный продукт для города, да, требуются и силы наши, и желания, и многодневные репетиционные дни. У нас иногда даже вот до смешного, что дети репетируем, собираемся, а детей из школы не отпускают, потому что у них уроки. Программа. Ну, то есть вот это такие бытовые, житейские проблемы, которые на самом деле все вполне решаемы, благодаря тому, что на нашем пути встречаются замечательные люди. Вот и Светлана, которая согласилась стать научным консультантом, потому что человеку близка эта тема, отношение к этой теме очень неравнодушно. Это и ребята с клоновской заставы, которые продвигают свои идеи, которые с радостью приходят и встречаются, чтобы пробудить у детей интерес к истории и культуре Вятского края. Вот очень хорошо, что мы находим таких замечательных людей, ну и ваш эфир сегодняшний тоже в нашу поддержку. У меня была проблема другого плана. Буквально полминутки у нас скоро, да. Была проблема другого плана, как отобрать содержание материала. Настолько его оказалось много при подготовке, настолько много хотелось транслировать, передать детям, увлечь, заинтересовать, что вот такая проблема тоже была. Я напоминаю, что говорим мы сегодня о проекте Вятском крае с вдохновением. Вы сами можете увидеть все своими глазами. Во вторник, 22 ноября, возрастное ограничение 0+, вернее, нет никаких возрастных ограничений. Два часа дня, дворец культуры Родина. И все еще организовано классы, ребята могут попасть. Я предлагаю Екатерине еще раз напомнить номер телефона, по которому можно связаться с вами непосредственно. Групповые заявки принимаются по номеру телефона 8 912 828 1742. Я лично отвечу вам, и мы с вами договоримся. На этом завершается первая часть нашей программы. Я благодарю наших гостей Екатерина Брылякова и Натальи Цигина, сотрудники Дома детского творчества «Вдохновение». Перед тем, как начать розыгрыш, у нас есть еще кое-что из важной информации, которую мы собираемся озвучить. Да, Екатерина, пожалуйста. Да, хотелось бы сказать, что еще есть уникальная возможность присоединиться к нашему проекту в качестве участников и пройти весь путь, который продлится несколько месяцев, создать свою уникальную книгу «Квест». Вот у нас осталось 4 места, которые может занять любая школа, любая образовательная организация. Для этого вам нужно собрать команду из 8 человек и зарегистрироваться по ссылочке, которая опубликована в нашей группе ВКонтакте «Авиатском крае с вдохновением». Поверьте, если вот даже за последние 3-4 дня вы сорганизуетесь и подадите эту заявку, вас ждет очень увлекательный квест, даже так я назову программу нашего проекта, которая объединит вас очень хорошо и поможет создать свой уникальный интересный проект, стать соавторами нашего сборника книги «Квест». Ну, а скоро мы начнем завлекать наших слушателей вопросами от наших гостей. Перед тем, как начать розыгрыш, пожалуйста, список призов традиционно озвучиваем. Итак, сегодня мы разыгрываем пригласительные билеты в кинотеатр «Смена и дружба». Также есть пригласительные билеты в галерею «Прогресса» на выставку «Молодого искусства. Новые кисти», ограничение 6+. А в галерее «Прогресса» также пройдет марафон лучших фильмов Московского международного фестиваля короткометражек «Москоушоц» пройдет 25, 26, 27 ноября, ограничение 18+. Мы разыгрываем книги от магазина «Читай город». Марина Королева, «Чисто по-русски, говорим и пишем без ошибок» 12+, Лия Арден, «Мара и морок» 16+, Евгений Водолазкин, «Чагин» 16+. Эти и другие книги вы можете найти в магазинах «Читай город» по адресам «Преображенская 65», «Ленина 103А», «Луганская 53», а также по адресу «Волково 6А». Екатерина, Наталья, кто будет задавать первый вопрос? Давайте первый вопрос задам. Очень простой, видимо, да? Да, очень простой. Об истории нашего учреждения уже не одно десятилетие оно работает в нашем любимом городе. Хотелось бы спросить. Вот буквально в прошлом году наш Дом творчества отпраздновал свой юбилей. Сколько лет в прошлом году исполнилось Дому детского творчества вдохновения? Будем варианты озвучивать? Давайте попробуем. 25 лет, 45 лет и 105 лет. Звоните 211-101, прямой эфир. Разброс получился такой. Итак, 25 лет, 45 и 105, да, варианты у нас? А самое интересное, что правильный этот ответ я и не назвала. Ну ничего себе. Это взволновалось. Это были варианты неправильных. Это были неправильные варианты. Ну вот давайте сейчас договоримся так, что слушатель у нас уже есть. Вот если он близко-близко будет, мы согласимся. Добрый день, вы в эфире, как вас зовут? Добрый день, я хотела бы ответить. Да, как вас зовут, скажите? Ирина. Ирина, очень приятно. Небольшое уточнение, точного варианта нет, но если вы окажетесь очень близко, то мы... Я думаю, что 40 лет. Верно, верно. 40 лет исполнилось Дому творчества вдохновения, потому что, наверное, вы с нами хорошо знакомы, и точно знаете, сколько лет нам исполнилось. Спасибо большое, что вы дали верный ответ. Ирина, какой приз вы выбираете? Мы хотим в смену, давно не ходили. Хорошо, отлично. Не кладите, пожалуйста, трубку. Мы вас передаем нашему редактору, уже договоритесь, где эти билеты можно забрать. Следующий вопрос. Давайте не будем долго. Одним из направлений нашего проекта является художественная промысла Вятки. Скажите, пожалуйста, каково название Слободы, которая является родиной одного из самых известных промыслов плетения кружева? Вот такой вопрос тоже несложный. Раз уж мы говорим о Вятском крае с вдохновением, поэтому немножко о творчестве, знаменитое кружево, какой же центр славился этим кружевом в нашей Кировской области? Я думаю, если любого взрослого человека спросить, с чем у тебя в первую очередь ассоциируется история Вятки, вот он начнет называть, и там в первых рядах будет как раз этот правильный ответ. Хотелось бы верить. Вот, и у нас уже есть звонок, да, действительно, вопрос оказался легким. Алло, да, добрый день. Здравствуйте, Александр. Да, Александр, мы узнаем вас, это наш постоянный слушатель. Ну, абсолютно легкий для вас вопрос, конечно, Александр. Глобода, кукарка по советскому. Да, конечно. Совершенно верно. Да, нынешний город Советск. Абсолютно верно, и какой приз вы хотите получить? К редактору. Хорошо, хорошо, я напоминаю, что у нас билеты в смену. А, Александр, очень быстро книжки или по... Так, так, это уже наш редактор активно общается для того, чтобы следующий слушатель мог дозвониться и ответить еще на один третий вопрос. Екатерине слово, слово, снова слово передаем. Что, вопрос у вас изгонами? Я знаю, что в Доме творчества и вдохновения много образцовых коллективов. Звание образцовый коллектив, это, наверное, к чему-то обязывает, да, это очень как-то почетно, я думаю. Сколько... Какую деятельность у нас в Доме творчества? То есть в Доме творчества есть детские коллективы со званием образцовый. Что это значит, образцовый? Да, что нужно, чтобы получить? Для того, чтобы получить это звание, нужно соответствовать многим критериям. Коллектив должен иметь победы в конкурсах достаточно высокого уровня. Коллектив должен вести активную общественную деятельность, иметь какие-то традиции в своем коллективе. Также, наверное, педагоги должны иметь достаточно высокие первую, высшую категорию и работать не менее определенного количества лет. То есть много нужно лет трудиться для того, чтобы добиться это все официально, видимо, через Министерство образования. Кировская область. А, Кировская область. Да, на данный момент Кировская область. Есть экспертная комиссия, которая решает, присудить коллективу звание или нет. Поэтому у нас коллективы заслуженные, конечно. Сейчас кто-то там стоит у вас из коллективов на пороге вот этого события, чтобы перейти в ранг образцовых, да, уже есть? Да, у нас есть такой коллектив, музыкальная студия «Созвучие», которая будет в этом году подаваться. Ребята, будут участвовать во вторник? В «Созвучии»? Надеемся, что будут. Да, да, хорошо. Давайте варианты ответа дадим, чтобы было полегче нашим слушателям. Ну или от и до, да? Да, от и до. Девять. Шесть. Шесть. И двенадцать. Двенадцать, да, хорошо. Троечка так все. Шесть, девять или двенадцать образцовых коллективов занимаются у нас в Доме детского творчества «Вдохновение». У нас минута остается, поторопитесь, да, и звонок. Светлана, приветствую вас. Пожалуйста, вы в студии. Как вас зовут? Андрей. Андрей, здравствуйте. Итак, в Доме творчества «Вдохновение» занимаются образцовые коллективы. Есть варианты ответа. Это шесть, девять и двенадцать. Как вы считаете, какой правильный ответ? Думаю, шесть. Совершенно верно. Верно. Шесть. Спасибо за ответ. Андрей, мы поздравляем вас. Поскольку мы не знаем, предыдущий слушатель Александр, какой приз выбрал, мы вас сразу передаем нашему редактору. Не кладите, пожалуйста, трубку. Ну что, я смотрю, у нас буквально полминутки есть. Мы вас поздравляем с еще одной успешной реализацией такого крупного проекта. Ну, на самом деле, все только начинается. Все только начинается. Да, с получением гранта. Как обычно, все только начинается. Еще раз приглашаем всех на это мероприятие во вторник во Дворце культуры Родина в 2 часа дня. 0 плюс возрастное ограничение. Ну и будущих успехов вам. Спасибо большое. Всего доброго. Наши гости Екатерина Брылякова и Наталья Тигина, сотрудники Дома детского творчества «Вдохновение». Культ, 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 культовод.